Киевский режим продолжает проводить серию террористических актов, которые нацелены на уничтожение мирного населения, гражданской инфраструктуры, их объекты в первую очередь, объекты их ненависти, женщины, дети, жилые люди. В общем, все то, чем занимались их нацистские кумиры из Третьего Рейха, правда, порой все это превосходит по жестокости период Второй мировой, для нас Великой Отечественной. Излюбленной манерой украинских наунацистов стали варварские обстрелы из различных видов тяжелого вооружения, жилых кварталов наших городов и сел. 14 июня страшный удар был нанесен по Шибеке на Белгородской области. В результате применения боевиками ВСУ ракеты «Точка-У» обрушился подъезд пятиэтажного дома. Вот знаете, что я хочу сказать? Я хочу напомнить, в какой истерике, в каких конвульсиях билась эта самая киевско-режимная власть. И тогда при Порошенко, и потом при Зеленском рассказывали о том, что нет, конечно, малазийский «Боинг», который был сбит на территории Украины, это не они. Это точно не они, по всем причинам. И главное, они так не могут. Они же не могут бить прицельно или даже случайно по гражданским объектам, тем более гражданскому лайнеру или вообще по лайнеру какому-нибудь в небе. Не могут, да? Ну как же? Мы же прекрасно помним, как еще в начале формирования новой демократии на территории Украины, еще при Кучме, в ходе учений вооруженных сил Украины, как раз-таки гражданский лайнер был сбит. Ну тогда, правда, Киев сказал, что это ошибка, компенсации были выплачены, хотя дальше этого история не пошла, хотя должна была бы. Так вот, посмотрите, сегодняшние обстрелы именно гражданского населения, именно гражданской инфраструктуры из всех видов вооружений. А что такое точка У, я думаю, знают теперь уже не только специалисты. Подтверждают, что когда киевский режим заявлял о том, что не имеет никакого отношения к ситуации вокруг малайзийского Боинга, потому что в принципе не могли представить себе подобное, и участвовать в таком, в обстреле гражданской инфраструктуры, гражданского авиалария, не могут по определению. Они врали. Могут. Не просто могут, а делают это с подчеркнутым удовольствием. При обрушении подъезда пятиэтажного дома погибли пять человек, шесть пострадали. И нет сомнений, что это была очередная террористическая атака с целью запугать местных жителей и посеять среди них панику. Под прицелом ВСУ находятся и отечественные журналисты, самоотверженно выполняющие свой профессиональный долг и готовые пожертвовать своей жизнью для того, чтобы рассказать миру правду. На эту правду потом будущие поколения будут ссылаться как на неопровержимые доказательства преступного характера киевского режима и самоотверженной борьбы нашей страны за будущее всего человечества. За последние дни корреспондентский корпус вновь понес невосполнимые потери. 13 июня киевско-режимные нацисты целенаправленно атаковали в Горловке съемочную группу телеканала НТВ. Оператор Валерий Кожин погиб, корреспондент Алексей Ивлев получил тяжелое ранение. 16 июля в результате обстрела под угледаром погиб фотокорреспондент агентства news.ru Никита Цицаги. Да, российские правоохранительные органы тщательно фиксируют преступления украинских нацистов, и это тоже причастные лица устанавливаются и привлекаются к ответственности. Мы моментально даем политическую, международно-правовую оценку подобным событиям, и мы видим абсолютное гробобое, в прямом смысле этого слова, молчание тех профильных международных структур, которые обязаны, буквально так обязаны, потому что они получают за это зарплату и очень большие бюджеты, давать профильную, профессиональную оценку происходящему на территории Украины беспределу в отношении представителей средств массовой информации. Вначале мы на первое место ставили ОБСЕ, потом мы поняли, что работа этой структуры полностью заблокирована Соединенными Штатами Америки, Британией, собственно говоря, всем этим натовским сообществом. Эта структура находится в состоянии абсолютной дисфункции, но ведь ЮНЕСКО функционировать продолжает, и эта же часть мандата ЮНЕСКО как структуры Организации Объединенных Наций моментально реагировать на все, что связано с безопасностью журналистов. Я же не ошибаюсь в том, что именно ЮНЕСКО много лет посвятило выработке положений, норм, критериев с точки зрения обеспечения безопасной профессиональной деятельности журналистов. Я ведь не ошибаюсь, это именно ЮНЕСКО проводило такое количество мероприятий, связанных со свободой слова и возможностью журналистов по всему миру заниматься своей непосредственной деятельностью, рассказывать миру о фактах, которые они видят, наблюдают, анализируют. И что мы видим? Под руководством гражданки Франции, госпожи Азюле, ЮНЕСКО перестало уделять внимание этой теме в принципе. Но этого она делать не имеет права ни сама организация, ни госпожа Азюле. Потому что, еще раз повторю, это их прямые функциональные обязанности, они за это. И по большому счету, исходя из того, что мы видим по всему миру, получается, что только, наверное, и за это должны получать деньги. Потому что все остальное они точно так же с треском провалили. Посмотрите на шагающую по миру культуру отмены. Посмотрите на то, что происходит с культурами народов цивилизаций. Посмотрите с той циничной деятельностью по навязыванию коллективным Западам своих собственных ценностей и своей субкультурой мировому большинству. Остается тема, где все-таки есть возможность проявить себя как организацией независимой. Речь идет как раз о свободе слова, безопасности журналистов. Но и здесь ЮНЕСКО не может сказать ничего. Почему? Не потому что у нее стало одним инструментом меньше, или ей недоплачивают в бюджет. Хотя если ей недоплачивают, то это именно Соединенные Штаты Америки. Потому что не могут расплатиться по долгам. Но не поэтому. А потому что политически работа этой структуры, этой организации, которую возглавляет гражданка страны НАТО, заблокирована. Так вот теперь преступление к наказанию. Суды Российской Федерации на основании доказательств Следственного комитета России продолжают выносить приговоры украинским неонацистам, которые совершили тяжкие преступления против мирных граждан. Пожизненное лишение свободы заочно получил один из командиров зенитно-ракетно-артиллерийского дивизиона войсковой части 3057 Восточного оперативно-территориального объединения Национального гвардии Украины. Напомню, запрещенного в России нацбатальона АЗОВ лейтенант Гриб. Он объявлен в международный розыск. Следствием установлено, что по его приказу 2 марта 2022 года в Мариуполе был открыт огонь по автобусу с мирными жителями. Тогда погибли 4 человека. Исполнивший этот преступный приказ старший сержант Кондрашов также приговорен к пожизненному лишению свободы. Другой АЗОВец из той же части, 3057 лейтенант ПАБШО, получил 22 года заочно и объявлен международный розыск за попытку расстрелять 17 марта 2022 года в районе Мариупольского аэропорта безоружного мужчину, который чудовым остался жив, но получил тяжелое ранение. 11 июня представитель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыгин провел заседание Координационного совета по вопросам оказания помощи детям, пострадавшим в результате гуманитарных катастроф, стихийных бедствий, терактов и вооруженных конфликтов. Темой совещания стали вопросы обеспечения безопасности детей в период проведения специальной военной операции. Александр Иванович Бастрыгин подчеркнул, что с 2014 года возбуждено около 5000 уголовных дел в отношении свыше 1000 лиц, в том числе представителей военно-политического руководства, силовых структур Украины, членов ее радикальных националистических объединений и наемников. Установлено, что в вооруженном конфликте погибли 6139 гражданских лиц, в том числе 173 несовершеннолетних. Не менее 15 тысяч мирных жителей получили ранения, из них 734 несовершеннолетних.